Народ, всем привет! В этом видео расскажу, как я работал курьером на личном автомобиле по доставке пиццы, суши, пироги, вот такие вот вещи. Смотрите, начну с плюсов. Какие плюсы у этой работы? Самый главный плюс, я считаю, почему вообще туда приходят люди, это то, что работа с очень гибким графиком. Минимум, насколько я помню, 4 часа в день нужно отрабатывать, и дни можно выбирать, любые, с понедельника по воскресенье, они работают без выходных. Это самый главный плюс. Второй плюс, это территориально, то есть, к примеру, кухня находится в каком-то районе Москвы, Москва, к примеру, поделена там на, не знаю, 10-15 округов, типа северный, северо-западный, там центральный, восточный. То есть, если вы живете, вы по-любому где-то живете, то есть, будет территориально рядом. То есть, добираться близко до работы. Это второй плюс. Третий плюс, то, что кормят, там, не помню, в обед и еще когда-то, типа полдник, что ли, не помню уже точно, но два раза можете так, не то, что прям кормят до пуза, но так перекусить нормально можно. Все, на этом плюсы заканчиваются. Теперь о минусах или о том, что нужно иметь, чтобы работать на доставке еды. Это права, естественно. Лучше, конечно, чтобы они были российские, но также можно и с белорусскими, с казахстанскими, с киргизскими. Насчет, там, Украины или Молдовы, я не знаю, но, скорее всего, нельзя работать по ним. Но лучше, конечно, иметь российского образца. Автомобиль иметь личный. Ну, конечно, знание города немножко, нужно хотя бы знать свой район, где вы живете. Все. Потом, смотрите, вот давайте теперь на примере я вам скажу. Вот я там отработал, к примеру, вот один день, я помню, было. Я проработал 9 часов, заработал за 9 часов грязными. 2 тысячи. Это я выполнил 10 заказов. 10 заказов. Примерно получается там один заказ платят 150 рублей и 50 рублей в час. То есть, у меня получилось вот, ну, я помню, где-то или 1800 или 2000. Это грязными. То есть, отнимаем отсюда бензин рублей 300. Плюс, ну, вот эти все расходники, масло там, вот эти вот, омывайка, всякие жидкости остальные. Плюс амортизация автомобиля. То есть, это ремонт, на который вы по-любому будете попадать. Что-то у вас изнашивается там, ходовка, то, сё. Особенно двигатель изнашивается. Например, если вы в такси работаете, у вас двигатель постоянно заведен, всё, никаких проблем нету. Он работает на холостых, к примеру, вы стоите. В доставке же вы его глушите и ждёте заказ. Сидите на кухне. Заказ поступает, собираете его, берёте сумку и везёте. Вот теперь давайте посчитаем, да. Две тысячи я заработал за девять часов. Это, в принципе, нормальный рабочий день, если работать постоянно на этой работе. Не как там смена, да, как подработка. Вот, две тысячи минус пятьсот. Это, скажем, всё, это все там жидкости, бензин, амортизация. У вас остаётся полторы тысячи. Полторы тысячи у вас остаётся рублей. Это в день для Москвы. Это что за деньги такие? Это, по-моему, ну, это просто издевательство какое-то. За полторы тысячи на своём автомобиле работать девять часов и изнашивать его в хлам. Потому что я уже сказал, что он изнашивается очень сильно при такой работе. Особенно зимой, когда вы холодный двигатель, ещё он у вас, ну, остывает, к примеру. Вы раз заводите, опять он, то есть он очень сильно изнашивается. Летом ещё получше там для двигателя. В общем, у меня просто вот, ну, как накипело, да, вот так вот сказать. Но там, конечно, можно зарабатывать и две тысячи чистыми, но это надо работать прям и больше даже можно. Но в среднем где-то будем считать, ну, тысяча пятьсот, тысяча семьсот чистыми, если работать там постоянно. Вот такие деньги у вас будут. Для Москвы это просто, ну, это очень маленькие деньги. Я не знаю вообще, какой вот вывод, да. Эта работа, как бы можно назвать её, подходит для студентов, там, скажем, не знаю, для тех, кто просто, ему просто вот делать нечего, любит кататься, там, не знаю, развозить пиццу, там, какие-то вещи. То есть, ну, нормально рассматривать, как работа, ну, это просто безумие какое-то. Если вот кто-то работал лично, да, не там, не пишите там, к примеру, если вы увидели объявление на Авито, на Headhunter, там, нет. Кто работал где-то по доставке на своём личном автомобиле, вот, пиццы, там, ещё такой вот продукции любой, расскажите, поделитесь, просто мне интересно, сколько у вас получалось денег в день. Именно в день, в среднем. Ну, можете рассказать минимально и максимально. В среднем я уже в час, там, это любой человек посчитает сам. В общем, работодатели, кто вот даёте работу такую, вы хоть чуть-чуть совесть имейте, а, ну, хотя бы, ну, поднимите на 500 рублей, чтобы, ну, минимально у человека было 2000 за, там, 10-ти часовой рабочий день на своём автомобиле. Ну, хотя бы две. Ну, какие полторы, ребята? Я грузчиком подрабатывал, да, платят, там, 200-200, бывает и меньше, да, но в основном платят 200-250 рублей в час. Это вам ничего не нужно иметь, ни машины, ни прав, можете бухать, там, да, скажем так, хоть что делайте. Иметь, там, только руки, ноги, всё, там, одежду сменную, потому что можете, там, испачкаться, да. Ну, и, к примеру, там, инструмент ещё иногда нужен, если, там, мувин, переезды какие-нибудь разобрать, там, ну, шуруповёрт, там, плоскогубцы, там, всё, больше не нужно иметь. И платят больше, чем курьером, который должен быть, там, не пить, чистенький, аккуратненький должен, русский язык должен знать, там, с клиентами как-то общаться, там, ну, минимальные какие-то навыки должны быть. То есть, где соотношение вот этого, что это за какая-то дикость, я не понимаю, за полторы, там, 1700 работать на своей машине в Москве, и меня, что, удивляет, много работают россиян, много, там, нормальные мужики, 30, 40, 50 лет в среднем возраст. Ну, это просто, ну, вот, вынуждено, да, у людей, как бы, ну, не могут найти что-то, да, не знают что-то где-то, или не получается. В общем, плохо сейчас, вот, в этой сфере, вообще ужасно. Я общался с курьерами из, вроде бы, да, в Delivery он работал. Ну, я тоже, он просто говорит, я там лично не работал, но он, вроде как, вот, мне по своим расчётам говорит, что пешим курьером там будешь зарабатывать больше даже. А если на своём автомобиле ещё больше, там, 3-4 тысячи, он говорит, там, у него брат, что ли, работает, так зарабатывает. Но это всё, опять же, слова, то есть, это всё слова непроверенные. Вот здесь я поработал сам, и это я вам стопроцентную информацию даю. У вас будет в среднем, вот, 1500-1700 чистыми. Это ещё не считая, вы где-то на штраф попадёте, там, или, не дай бог, в аварию какую-нибудь мелкую. То есть, ну, это просто издевательство, такие деньги платить курьером. Не знаю. У кого, вот, говорю, что что-то где-то в такой сфере работал, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень мне будет интересно пообщаться, подискутировать на эту тему. Всё, всем спасибо за просмотр, всем пока.